В этой истории, казалось бы, совершенно обычной и ясной, при внимательном изучении возникает немало вопросов. Больше всего жителей дома удивляет, почему явные признаки мошенничества не замечают правоохранительные органы. Мне непонятно. Явная аферистка. И с ней никто не может справиться. Как это так? Вот это мой вопрос. Мне это непонятно. 18-го человек в бессознательном состоянии, в таком состоянии оформляется завещание. Это явная липа. В декабре прошлого года соседи обеспокоились долгим отсутствием одинокой старушки, проживавшей в одной из квартир этого дома. 18 декабря, вызовав полицию и спасателей, жильцы скрыли двери квартиры. Здесь они обнаружили хозяйку практически в бессознательном состоянии. Она лежала на кровати, даже сесть не могла, не говорила. Возможно, уже и не слышала ничего. Было видно, что даже уже долгое время в туалет она под себя ходила. Нам пришлось ее просто спасать. Спустя несколько дней старушка скончалась. Хоронили ее всем двором. Каждый помог, чем смог. А уже на следующий день к домкому заявилась некая наследница на квартиру. Она сразу ко мне. Вы мне дайте моего бабушки на квартиру и ключ. Я говорю, я тебя в жизни не видела. Потом вышли мы на улицу. Динара. Под бабушкой Динара у Нембаевой живет. Я ей говорю, вот ты Динара. Она пришла. Она говорит, вот 18-го. Где ты была раньше, когда Виктория Сергеевна умерла? А где ты была? Она говорит, я не знала. Мне папа сказал. А ты мне просто скажи, в каком доме в твоей бабушке? Она говорит, или в этом, или в этом, я не знаю. В доказательство своих прав наследница предоставила завещание, оформленное в тот самый день, когда весь двор спасал одинокую старушку. Примечательно, что вместо самой хозяйки квартиры в завещании расписывалось третье лицо, якобы по просьбе и поручению самой тяжелобольной старушки. Вот эту женщину, которая оформила завещание. Завещание, конечно, липовое. Жители сегодня задаются вопросом, как могли 18 декабря нотариус и наследница попасть в запертую квартиру, прикованной к постели старушки. И почему, видя в каком она состоянии, они, как минимум, не оказали ей посильную помощь. Мало того, новоябленная наследница сразу выставила квартиру на продажу. Мы пытались связаться с нотариусом, оформлявшим это завещание. Однако оказалось, что номера телефона, указанного в его контактных данных, не существует. Тем не менее, мы очень рассчитываем услышать мнение других участников этой истории.